Союза воинствующих безбожников Поступила докладная записка от историка Бориса Кандидова И составленной историками религии и пропагандистами атеизма Михаилом Шейманом, Федором Ковалевым и Михаилом Покровским проект музея Согласно этому проекту главная задача музея состояла в служении Целем антирелигиозной агитации и пропаганды Однако уже на этапе проектирования не менее важным направлением работы Называлась исследовательская и собирательская деятельность Для ее обеспечения при музее планировалось создать архив, библиотеку А также сформировать коллекцию и коллектив квалифицированных специалистов По мысли Бориса Кандидова соблюдение этих условий Должно было позволить будущему музею стать большим научным учреждением Позднее, уже в конце 30-х годов, описывая историю создания музея Борис Кандидов в своих мемуарах, которые назывались «Путь борьбы» Отмечал, что к идее создания музея его привел накопленный еще в 20-х годах В начале 20-х годов опыт преподавательской и антирелигиозной массовой работы Именно практическая работа на антирелигиозной ниве Убедила его в целесообразности широкого использования метода наглядного показа Лекции, доклады, беседы, всевозможные постановки, писал он, давали хорошие результаты Но необходимо было убедительно и ярко на документах, на картинах, на самых различных экспонатах В художественной форме показать рабочей и крестьянской аудитории правильность нашей точки зрения Писал Кандидов Центральный антирелигиозный музей открыл свои двери для посетителей 10 июня 1929 года В стенах бывшего страстного монастыря Это событие было приурочено к проведению второго всесоюзного съезда Союза воинствующих безбожников, введение которого этот музей и находился На тот момент Центральный антирелигиозный музей в Москве был первым в СССР И единственным музеем в мире подобного профиля Но буквально пройдет несколько лет и в СССР подобных музеев будут насчитываться уже десятки То, каким музей был в первые годы своей работы и чем он мог удивить посетителей Мы узнаем из необычного источника Из статьи, опубликованной в августе 1930 года В пользовавшейся популярностью немецкой газете «Берлин а Морген» «Утренний Берлин» Эта статья была опубликована по итогам посещения Центрального антирелигиозного музея Гостями из Германии, супружеской парой Лотарем Вольфом и Мартой Рубин Вольф И носила она лаконичное название «Опиум для народа» Статья открывалась описанием В Москве на Страстной площади стоит Страстной монастырь, которому почти 300 лет Я сейчас буду цитировать по переводу этой статьи, которая хранится в архивных документах музея Центрального антирелигиозного, сейчас этот архив находится в архиве нашего музея Значит, в Москве на Страстной площади стоит Страстной монастырь, которому почти 300 лет Сейчас в России для монастырей наступили плохие времена Верующие плохо платят, а государство, щедро дававшее монастырям в прежние времена Теперь в лице советского государства Им не только ничего не дает больше, но и требует от них налогов И поэтому обедневший и запущенный монастырь по гигиеническим и санитарным причинам Недавно должен был прекратить свое существование И этот призрак царистского духовного рабства превращен в Центральный антирелигиозный музей Уже с внешней стороны притягивающий пропагандой Вот вы можете как раз на слайде сравнить, как выглядел монастырь И как выглядел притягивающий пропагандой фасад музея Так, день 1 мая, высоко на фасаде, говорится в этой заметке Возвышалась фигура господствующего капитала Который водил на помощь их попов, раввинов, священников и мул При входе также висят простые плакаты Крупный крестьянин гигантского телосложения держит для дурачества икону к небу И старается ловить приближающегося к нему мелкого крестьянина Но мелкий крестьянин, ставший сознательным и умным, выпрыгивает из петли, которые его ловят Показывает на лоб и кричит, довольно обманывать Далее авторы статьи отмечали, что характер пропаганды тотчас же меняется Как только посетитель переходит в залы постоянной экспозиции Размещенной в трех бывших церковных помещениях И там посетителю предлагались, как указывается в заметке, самые тонкие, глубоко продуманные поучения на различные темы Например, для ответа на вопрос, как возник человек на картинках, очень просто, ясно и даже для неграмотных вполне понятно Было представлено развитие растений, животных и самого человека в соответствии с теорией эволюции видов Дарвина Задаваясь вопросом, какое отношение эти результаты естественных наук имеют к религии, авторы писали Против естественно-научных знаний бороли все религии Но Бог ничего не имеет общего с его негодными священниками, творящими зло Поэтому следующий вопрос, на который зарубежные гости нашли в экспозиции музея ответ Это вопрос о том, что такое Бог и каким образом Бог происходит и развивается Этому был посвящен другой большой раздел экспозиции, который назывался «Происхождение и развитие религии» И при его создании, как отмечается в этой заметке, был широко использован принцип сравнительного показа Здесь рассказывалось, каким образом египтяне, вавилоняне, ассирийцы, евреи, греки, римляне, немцы и славяне Пришли к тому, чтобы создать себе представление о Боге Специальный отдел раздела охватывал религии Индии, Китая и Японии В отдельном большом зале рассматривалось происхождение христианства Не забыли создатели экспозиции обойти своим вниманием и актуальные вопросы современности Этому был посвящен раздел экспозиции с выдержанным в духе времени названием «Религия как капиталистическое предприятие» Где отмечали авторы статьи наряду с подлинными экспонатами «Религия как капиталистическое предприятие» И авторы отмечали статьи, что наряду с подлинными экспонатами Экспозиция также изобиловала бесчисленными схемами, фигурами, таблицами, картами графическими Была оснащена обстановочными сценами Например, была представлена церковная лавка с монетками, иконами, крашенными пасхальными яйцами, восковыми свечами И эта церковная лавка, такая инсталляция, как теперь бы ее назвали Должна была показать, как пишут авторы, как надо умеючи вести хозяйство, чтобы иметь барыш С целью продемонстрировать, сколько церкви зарабатывали на культе нетленных вещей В экспозиции были представлены и мумифицированные святые, которые были выставлены, цитирую, в стеклянных гробах Ну и завершался этот обзор упоминанием, что во время посещения музея Авторы стали свидетелями большого количества экскурсий школьников и заводских рабочих В музее кишело посетителями, и на месте прежнего алтаря Висела географическая карта, которая показывала, в каких местах в Советской России По образу Центрального антирелигиозного музея в 30-м году уже открыты другие антирелигиозные выставки И последняя фраза этой заметки гласила, что позже такого рода музеи распространяются и в Германии Импульс развитию музея был придан опубликованным в 1931 году постановлением коллегии Наркомпроса Об антирелигиозном музейном строительстве Констатируя неудовлетворительное состояние антирелигиозного музейного строительства А именно полное отсутствие антирелигиозной работы в музеях Отсутствие планового строительства антирелигиозных музеев Недостаточное руководство антирелигиозной работы со стороны органов Наркомпроса И местных организаций Союза воинствующих безбожников Слабость материальной базы существующих музеев Сложности с компетентными кадрами Вот это постановление 1931 года предписывало абсолютно всем музеям, независимо от профиля Заниматься антирелигиозной пропагандой В экспозициях, в этикетаже, при проведении экскурсий, индивидуальных консультаций, массовых мероприятий и так далее Согласно постановлению, основным содержанием этой самой антирелигиозной пропаганды Должна была стать пропаганда диалектика материалистического понимания природы и общества Вскрытие социальных корней религии и контрреволюционной сущности религиозных организаций А также разоблачение роли религии в борьбе с международным революционным рабочим движением И национальным религиозно-освободительным движением Этим же постановлением была прописана и сеть организации антирелигиозных музеев во всей стране И согласно вот этой схеме, центральный антирелигиозный музей должен был занять самую высшую ступенечку А именно, он не зря назывался центральным, потому что за ним был закреплен этим постановлением статус музея всесоюзного значения Тот музей антирелигиозный, который был открыт примерно в то же время в Ленинграде И располагался он на стенах бывшего Исаакиевского собора Он имел республиканское значение А вот центральный антирелигиозный в Москве всесоюзный С учетом этого постановления этим музеем были составлены планы работы на 1932 год И главной ее целью объявлялась мобилизация внимания трудящихся масс через экспозицию музея На выполнение задач 4-го завершающего года первой пятилетки и подготовка к выполнению задач второй Для этого формулировали задачи окончательной реорганизации музея на принципах марксизма-ленинизма Поиски и применения новых марксистских экспозиций Углубление и расширение научно-методической работы Углубление и расширение научно-исследовательской работы Подготовка и переподготовка кадров антирелигиозников Музееведов и безбожного актива А также ставилась задача усиления руководства и помощи музея другим Особенно провинциальным музеям в части антирелигиозной работы И в конце упоминалась издательская работа Налаживание связи с зарубежным антирелигиозным движением и его музеями А также проведение всесоюзной конференции работников антирелигиозных музеев и отделений Как мы можем видеть, в этом перечне значительное место отводилось к тому Мы сегодня бы назвали методической работой или работе музея в качестве методического центра всесоюзного уровня и значения На новый качественный уровень методическая работа музея была выведена в 1934 году Когда решением Совнаркома за ним был закреплен статус научно-исследовательского учреждения всесоюзного значения также В качестве такового перед музеем ставились задачи обобщения материала о работе провинциальных музеев Создание ряда пособий по методике, методологии и технике антирелигиозного музейного дела Организации научно-исследовательской работы, носящей собирательский и подготовительный характер А также кладущие начало изданию музеям серьезных научно-исследовательских работ Объем проведенной музеем работы по оказанию научно-методической помощи региональным музеям в 1934 году просто впечатляет Помощь главным образом оказывалась в трех основных направлениях Это инструктаж и консультация научных сотрудников, приезжавших в Москву с мест Разработка методических пособий И третье направление это выезды научных сотрудников Центрального антирелигиозного музея на периферию То есть в регионы для оказания содействия в разработке тематических экспозиционных планов Как антирелигиозных отделов, так и антирелигиозных выставок Как в антирелигиозных музеях, так и в музеях другого профиля, прежде всего в краеведческих музеях Ну и вот, согласно отчету работы за 1934 год, сотрудники музея, причем, судя по фамилиям, это всего лишь три сотрудника Выезжали в командировки 21 раз В частности, в готовящиеся к открытию антирелигиозные музеи в Улан-Удэ, Иркутске, Чебоксарах, Краснодаре И в краеведческие музеи в Кяхте, Киеве, Новосибирске, Петропавловске, Костроме, Ярославле и так далее География чрезвычайно широкая этих выездов Примером работы ЦАМа по подготовке методических пособий могут служить сохранившиеся в архиве тезисы доклада Сотрудника музея Марка Персица, который, подобно многим другим московским историкам религии середины XX века Начинал свой трудовой и научный путь именно в Центральном антирелигиозном музее Этот доклад назывался к вопросу о методике построения экспозиции по православию в антирелигиозных музеях и антирелигиозных отделах краеведческих музеев В нем отмечалось, что огромное большинство существующих антирелигиозных музеев строят свою экспозицию на материалах православия И этим определяется актуальность установления правильного подхода к построению экспозиций, разоблачающих классовую эксплуататорскую роль православной церкви Вместе с тем подчеркивалось, что экспозиция по православию будет иметь действительно антирелигиозный характер только в том случае, если наряду с нею будет показано и развитие атеизма Персиц констатировал, что до недавнего времени антирелигиозные музеи обходили эту важнейшую тему, а потому опыт построения такой экспозиции пока недостаточен Но, по его мнению, несомненными являются следующие положения, которыми можно своей работе руководствоваться Материал, характеризующий развитие атеизма, не должен даваться изолированно от общей экспозиции Хотя этой теме следует либо отводить отдельные витрины внутри экспозиции, либо выделять ее какими-то иными средствами Далее, ни в коем случае не следует ограничивать темы показом одних только крупнейших представителей атеистической мысли Но необходимо также давать материал по народному антиклирикализму и атеизму, проявлявшемуся как в крупных народных восстаниях, так и в фольклоре Как мы помним, процитированное ранее решение Совнаркома 1934 года о придании ЦАМу Центральному антирелигиозному музею статуса научно-исследовательского учреждения всесоюзного значения Делала акцент не только на методической работе в области антирелигиозной пропаганды, но и на организации научно-исследовательской работы, которая должна была способствовать росту коллекции и публикационной активности музея И действительно, уже осенью того же года при музее заработала научно-исследовательская группа по изучению религиозных верований народов СССР, которая являлась московским филиалом ленинградской секции по изучению религиозных верований народов СССР, возглавляемой Николаем Маториным Как следует из отчета о работе музея за все тот же 1934 год, московская группа исследователей успела за этот год провести пять заседаний, на которых были обсуждены такие темы, как культ источников в Калужском крае Или культ Никола в связи с коноплеводством, культ воды и деревьев в Толдовском районе Московской области, бытовое православие на севере Московской области и религиозное верование западных черкесов Более подробно с этим аспектом деятельности музея можно ознакомиться в ранее опубликованных материалах, поэтому я сейчас не буду останавливаться на этом сюжете Лишь вот укажу, да, несколько вот этих ссылок, кому интересно, те могут прочитать И результаты, вот сами эти доклады, которые озвучивались на семинарах, частично опубликованы вот в такой замечательной книжке, которая стала плодом предыдущего проекта, в котором я принимала участие под руководством Марины Михайловны Называется эта монография из архива труды по истории и антропологии религии 29-46 годов Очень небезынтересные материалы, характеризующие как раз бытовое такое вот православие и неправославие, которое было зафиксировано исследователями, выезжавшими в поля Под влиянием полевой работы и возможно с целью ее упорядочивания в 1936 году в музее была выбрана примерная программа по изучению религиозных пережитков и отхода масс от религии В заключении которой содержались выводы о крайней сложности процесса отхода масс от религии, многообразии форм отхода и многообразии степени остатка религиозности, которые не позволяют использовать упрощенный метод деления людей просто на верующих и неверующих Научная работа включала в себя не только прикладные исследования, но и исследования связанные с религиозными верованиями народов СССР Но и теоретические вопросы по истории религии и атеизма, а также по истории конкретных памятников из музейного собрания Ежегодно с целью обследования населения и пополнения коллекции организовывались экспедиции в различные районы страны, включая удаленные, такие как Бурятия, Кавказ, Средняя Азия Научная работа велась силами коллектива профессиональных исследователей, среди которых были как состоявшиеся уже к тому моменту историки религии и пропагандисты атеизма, так и начинающие исследователи И это позволило в 1940 году приступить к подготовке намеченного к изданию в Государственном антирелигиозном издательстве первого выпуска сборника труды Центрального антирелигиозного музея Сборник должен был состоять из трех разделов Статьи «Исследования по истории религии и атеизма» — это первый раздел Материалы, то есть публикации коллекции документов — второй раздел Экспедиции и командировки — третий раздел В первом разделе предполагалось, например, опубликовать статьи, посвященные роли религии в возникающем классовом обществе по материалам негров Джага Это статья была из Шаревской Или статью Сергея Токарева к вопросу о происхождении шаманства Или Лаврова к вопросу о социальных корнях колдовства Рожицына — статья о римской инквизиции в XVI веке Лазаревича, православная церковь и монгольская ига Упоминаемого уже сегодня Персица, атеизм Спинозе Владимира Шухара, атеизм Гальбаха Должны были составить как раз первый раздел этого сборника Во втором сборнике планировалось опубликовать статьи Григория Георгиевского «Синодики Соловецкого монастыря», Николая Пупышева «Буддийский рай Сукавади», Александрии «Церковь на службе самодержавия», Евгения Шиллинга «Амулеты Восточного Кавказа» Ну и третий раздел должен был представить результаты экспозиции в Среднюю Азию Глеба Снесарева И командировки в Егорьевский район Московской области Лаврова и Бампилова Как видно из оглавления, все статьи для сборника были написаны сотрудниками музея, либо привлеченными для выполнения заданий музея московскими специалистами в области изучения религии И совокупность материалов отличалась широтой тематического и географического охвата К сожалению, начавшаяся Великая Отечественная война не позволила выйти в свет этому сборнику Но многие из заявленных в него статей и сохранившихся в архиве нашего музея материалов были опубликованы в последние годы Одновременно с подготовкой к изданию трудов началась работа и подготовки к печати краткого атеистического словаря Приказом по музею от 23 марта 1941 года была создана рабочая группа, в которую вошли ведущие научные сотрудники музея Александрий, Бампилов, Зайцев, Лавров, Лазаревич, Мамджиан, Персиц, Пинт, Пупышев, Рожицын, Снесарев, Токарев, Шаревская, Шохар Была образована редакционная коллегия во главе с директором музея Кузьминым Для руководства и помощи авторам каждому автору был прикреплен редактор, на которого были возложены обязанности принимать только высококачественный литературный материал Вопросы происхождения религии, религии древнего мира, буддизма, ламаизма, ислама должен был курировать Токарев Католицизм и лютеранство, кальвинизм англиканской церкви Рожицын Православие, сектанство иудаизма, персиц, атеизма и французского материализма, Момджиан Словатные статьи должны были быть написаны и сданы в кратчайшие сроки уже к 15 мая Однако, в отличие от материалов предыдущего издания, плоды работы этой исследовательской группы в архиве отсутствуют И работа над изданием также была прервана, точнее, правильнее сказать, будет закончена с началом войны Все перечисленные мной факты свидетельствуют, что на протяжении второй половины 30-х годов Музей медленно эволюционировал и постепенно превращался из учреждения, как он мыслился изначально, пропагандистко-атеистического В общем-то, в учреждениях, которые можно назвать научным центром И этот центр занимался не только пропагандой, но и, может быть, даже в большей степени уже изучением истории религии и вопросов атеизма И эти изменения повлекли за собой и изменения названия 20 февраля 1942 года постановлением Президиума Союза военствующих безбожников Музей был переименован из Центрального антирелигиозного в Центральный музей истории религии и атеизма Как отмечалось в бумагах той поры, переименование явилось следствием всей предыдущей собирательской, научно-исследовательской и экспозиционной работы музея А не просто переменной вывески В музее закипела работа над осмыслением того, что тогда называли профилем музея Сохранившиеся варианты этого документа показывают, что в качестве перспективной задачи Ставился показ истории религии и атеизма на всем протяжении истории человеческого общества Решение этой задачи ставилось в прямую зависимость от поступления достаточно подлинного вещевого и документального материала по истории всех религий мира Обеспеченности дополнительными кадрами высококвалифицированных специалистов по вопросам истории религии и атеизма А также полной марксистской научной разработки всех вопросов всеобщей истории религии и атеизма Изменение названия в свою очередь повлекло за собой и смену подчинения В 1945 году Совнарком за подписью Молотова вынес решение о передаче музея Изведения Союза военствующих безбожников в Академию наук Все экспонаты из коллекции музея были переданы в Академию, в составе которой был учрежден Центральный музей истории религии в Москве А 20 марта 1947 года было принято еще одно решение Теперь уже Президиума Академии наук о ликвидации музея истории религии в Москве И передачи всех его коллекций в Ленинград в музей истории религии Где теперь хранятся и частично архивные материалы этого музея Центрального антирелигиозного На основании которых и удается проводить вот ту работу, которая позволяет нам реконструировать историю этого пока еще мало изученного музея И публиковать материалы, связанные с научной деятельностью сотрудников этого музея Которые тоже, к сожалению, до войны практически не были опубликованы И закончить я хочу свою презентацию вот такой фотографией Это фотография уже 41-го года, буквально июня 41-го года Которая представляет один из залов этого музея Вот сбоку стоит директор как раз, упоминавшийся мной уже сегодня Кузьмин Ну и вот трудно объяснить состояние экспедиционного зала Чем-то это напоминает лавку Возможно, это уже первые дни войны и шла какая-то работа по упаковыванию предметов Потому что вот тут видно, что книги просто уже связками хранятся где-то внизу Но вот нашему музею повезло Потому что Центральный антирелигиозный музей обладал очень качественной коллекцией вещевой И вся эта коллекция в 47-м году переехала к нам И сегодня многие предметы, которые можно видеть на этой фотографии Присутствуют в постоянной экспозиции нашего музея Спасибо за внимание Благодарствуем вас, госпожа Терюкова Насчет вопросов Вопросы, если есть какой-то один или два Вопрос можно? Можно, да, только я вот информацию дам Значит, можно вопрос сразу задать после выступления Потом есть возможность написать в чате И будет еще возможность, когда мы, ну, короче, откончим работу сессии И начнутся дискуссии И сначала можно будет задавать вопрос Но если у вас сейчас есть у кого-то вопрос Пожалуйста, кто это? Марьяна, это вы хотите, да? Прошу вас Можно я поговорить в английском или в русском? Может, я должен поговорить в русском? Ну, я думаю... Не вопрос, это просто конец Это последняя фотография И это не было в первых годах Один из первых годов в туфете Потому что у нас есть более яркие фотографии Реализатория И это было довольно-таки Это была такая период На время гулянных объявлений В эквакуацию Проблемы в этом музее были очень маленькие площадки для exhibения. Поэтому, Екатерина Александровна, у вас есть какие-то фотографии из этого музея, в первую очередь, где вы видите одинаковую комнату, и одинаковую картину, как в магазине, не в музее. Да, в магазине. Да, извините, я бы хотел спросить, есть ли кто-то, кто требует перевозки в английском в других случаях? Таким образом, мы можем продолжить в русском спросить и ответить? Не важно для меня, как вы хотите. Окей, если никто не спросил для английского, мы можем продолжить в русском. Тогда можно продолжать на русском языке. Если у вас есть вопрос, посмотрите, пожалуйста, в чате. Екатерина Александровна, видите? Так. А, вижу, да. Угу. Скажите мне специально для методического. Профессор Мария. Да, конечно, конечно, методическая работа была весьма разнообразна, и она была направлена как на музейных работников из регионов Советского Союза, так и на кадры пропагандистов, которые должны были дальше вести работу в различных ячейках Союза военствующих безбожников. Так, конечно, она была направлена и на детей, и на подростков, и сохранились очень подробные отчеты о том, какие категории посетителей в каком количестве, в какие месяцы посещали музей. И, кстати, сказать, вот эти отчеты, которые вот у меня пока в работе, да, поэтому я этих цифр еще вот не приводила здесь, хотя первоначально думала, что я это упомяну. Они показывают, что размах-то работы был на самом деле не такой грандиозный, как думали, что он будет. То есть из года в год Центральный антирелигиозный музей фиксирует в своих отчетах, что посещаемость только на 50% от плановой, что вот те заявки, которые принимались в начале года, с большим трудом оформлялись на различных предприятиях, тысячами, по этим заявкам приходил только очень малый процент, в конечном счете, реальных посетителей. Поэтому вот пока нет у меня такой вот полноты картины, но интересно, что это данные и начала 30-х годов, и потом 39-й год, и статистика не меняется. Ставились высокие цифры, и расчет был на то, что этот музей станет очень посещаемым. А сотрудники жаловались, что даже все усилия по рекламе через планетарий, через какую-то наружную рекламу в городе, через обращение к посетителям на радио не давали эффекта. То есть, к сожалению, очень, видимо, многие воспринимали это как своего рода обязаловку, поход в этот музей, обязаловку, которая спускалась через предприятия, хотя отзывы посетителей потом о музее чрезвычайно живые, непосредственные, и вот показывают, что отвик эмоциональный от прихода в музей был уже совсем неформальный. Так, если вы хотите коротко закончить дискуссию, которая идет в чате, то может... Екатерина Александровна, пожалуйста, взгляните в чате там... Профессор Марьяна что-то заметила, кто-то ответил... Мария Михайловна, комментарий скорее оставила, да, Мария Михайловна? Да, я, коллеги, просто хочу сказать, что сохранилась статистика по музею истории и религии в Ленинграде в тот же самый период. И у нас там была... Мы с Екатериной Александровной это хорошо знаем, там была совершенно другая ситуация. Там действительно народ валил валом, а после войны уже просто были очереди в музеи. Да, Мария Михайловна, если, извините... Там был музей другого типа, поэтому люди туда шли в большом количестве. И не было такой аффилиации с Союзом военствующих безбожников, которая, видимо, отталкивала, потому что в Петербурге, в Ленинграде, извините, посещение исчислялось сотнями тысяч, а в Москве не удалось даже на сто тысяч в год выйти. Так до войны... В Ленинграде это Казанский собор. Казанский собор. Но параллельно в Ленинграде был центральный... Был Ленинградский антирелигиозный музей в Исакии. Их было несколько... Почти десять лет, даже больше. В Ленинграде было два музея. Один музей истории и религии, вот известный всем, а другой музей в Исаакиевском соборе, аффилированный с Центральным Союзом военствующих безбожников. Но туда тоже народу шло меньше, чем музей истории и религии. Вот это тоже очень интересно с точки зрения того материала, который поднимает Екатерина Александровна. И я ей очень благодарна за то, что она тут нашу книжку популяризирует. У нас... Мы за последние годы вот издали восемь книг в этой серии, посвященных истории религии в России. А вот эта книга... Там... Екатерина Александровна большой вклад в эту книгу. Там действительно новые, очень интересные материалы по Центральному антирелигиозному музею. И его научной работе. Спасибо за разъяснение. Пойдем дальше. Если... Вы можете... Так... Продолжать... Ну... Может... Не надо продолжать чатить дискуссии после всех выступлений. Но... Я тоже напомню, что когда мы выступаем, можем ограничиться двадцатью минутам, и потом вопросом, и потом в конце. И... То есть... Да... Записывается эта сессия, как и остальные, и всем будет доступно. Так что... Не волнуйтесь, что что-то пропадет, или вы что-то упустите. А теперь... Прошу, Галина Егорова. High School of Economics Russia. Высшая экономическая школа в России. Дебейтинг эйсизм в поле в УССР. Ну... Наверно... Вы сами скажете лучше, или вы будете выступать на английском? Я представлю в английском. И она говорит мне? И вы заведите? Что значит? Да. Эйсизм. Окей. Выkommen. Обратите. Дебейтинг эйсизм в поле в УССР. Галина Егорова. Будьте. Высещи. Хорошо. Я рада быть播eles на эту интересную conference. Я просто услышала на obey в дизайне и на дискутер. И миа презентация is debating atheism in the post-war u.s.a. in the book a sacred place is never empty victoria smolkin noted that during the perestroika period soviet society had definitely turned away from atheism to prove this idea victoria uses the public opinion studies following the millennium celebration of the baptism of rus which showed that 41 percent uh believed atheist work did more harm than good 34 percent believed it was useless and on and only 24 percent um saw any point to it at all nowadays we have a lot of good research on the history of the state atheism policy in the ussr but in fact we don't know what soviet people think of this anti-religious campaign most researchers studied soviet people only as an object of the atheist influence not as subjects as a scholar i aim to study public feedback the attitude of soviet people to atheist campaigns namely during the thought period as we know as we know in 1950 1960s religion was considered as an ideological problem and a threat of building communism so the state state allocated uh unprecedented money to combat it the atheism propaganda used all the media to create a repulsive image of believers soviet people did not have an opportunity to express their attitude towards it because some of them were afraid of being blamed for not fitting in the builder of communism model and also the media ignored their messages and didn't publish them so the main problem which a researcher has to face here is finding historical sources the theological studies of public religiosity religiosity in the ussr were organized by academy academy of sciences in 1959 considerable empirical materials were collected but the survey covered exclusively believers later in the brezhnev period sociological studies of religiosity became more common and widespread but the results of the polls dealt exclusively with questions of personal religiosity in this presentation i aim to analyze a collection of new historical sources letters from soviet people to the former priest alexander osipov and to look at its content uh through the history of emotions methodology and to show its research possibilities uh before we start analyzing the content of the letters we need to know who alexander osipov was he was born in rival now talin and spent his youth in estonia the which at the moment was not a part of the ussr alexander was a very active priest he both served at the church of our lady of kazan in talin and did a lot of missionary work he was mobilized in july 1941 and served in the construction battalion near permy after demobilization in 1942 he stayed there as a priest in 1946 he began to teach at the leningrad theological academy students liked osipov and greatly admired his classes he was a prolific writer uh you can see the list of his publications on the slide uh on december the second uh 1942 osipov publicly renounced orthodoxy and was excommunicated on the 29th of the same month uh after he after that he directed all his energy towards enter anti-religious work you can see the information on the slide so he published 35 books gave over 300 talks so he was very energetic um so osipov positioned himself as a man who was ready to discuss the problems of religion and atheism no wonder some people perceived his call to discussion as a way to talk about taboo things in the ussr so how could a soviet citizen find osipov's address usually readers sent their letters to editorial offices of soviet media which featured osipov alexander studied letters meticulously each letter has his red and blue pencil markings most senders received replies from him and some even ended up becoming his friends overall alexander got 1092 letters that soviet citizens sent to him from 1962-1967 osipov received letters from people all over the soviet union teenagers and elderly people men and women believers skeptics and atheists 90 percent of all adressees were male 50 percent of them were the pensioners soviet propaganda broadcast the idea that of an exclusively feminine character of religiosity while this collection of letters shows an interest in religion and moral issues among the male population of the ussr explaining the age of the authors we should mention that authorities were more tolerant to the elderly people religiosity than to the younger one also pensioners were not afraid of losing their job or other kinds of oppression so they could express what they thought more freely uh central things that were most frequently frequently discussed by the authors were the apostasy of osipov and his personal personality faith and atheism uh the anti-religious campaign in the ussr the moral portrait of the soviet society and domestic and foreign policy in the ussr text of these letters are hyper emotional narration in the person of osipov a man who trampled moral and emotional norms soviet people found an object of censure and a reason for thinking about what betrayal was the main emotions in the in the letters were anger condemnation and shame as we know shame as social emotion is typical for collectivist societies public condemnation in soviet media was used for educational purposes so the authors were used to for this kind of expressing contempt and disgust so in letters people blame osipov first of all for being corrupt and greedy here we can find a lot of strong emotional characteristic of his personality for example you are a time server a profiteer here we can see another example people called him a red a member of the cult of the bank book and others uh the letter writers forgot that they were judging a person completely unknown to them based on their assumptions on an article or a speech on the radio or television they give floral descriptions of osipov's personality here is a letter from an atheist and the former a former roman catholic he called osipov a willful and profiteering liar uh also osipov was accused of hypocrisy most adressees expressed the idea that osipov never believed in god he became a priest because his profession was devoid of the hard physical labor and allowed him to earn good money when it stopped bringing money and the opportunity to new earnings appeared osipov renounced religion most questions that osipov received were concerned the true reasons for his renunciation soviet people were put off by how public and demonstrative his repentance was as well as what primitive explanations of his epiphany uh this well-educated adult offered to the public aside from selfish motives and the wish to live in comfort soviet citizens were also indignant at osipov condemnation or revealing the truth about the clergy his former colleagues and students um uh atheists thought that blaming one's former students for what one had taught them before was unforgivable and even if the information about the misconduct of the clergy was true the authors perceived osipov's behavior as a betrayal um so is apostasy a betrayal osipov was not the first priest who publicly renounced the faith the media of the period broadcast the testimonies of dozens of church renegades most of them became factory workers or joined collective farms only few of them made preaching atheism their profession atheist propaganda labeled public apostasy as the evidence of personal courage and maturity labor was one of the main values of soviet society but this job i mean preaching the of atheism was not respected and aroused suspicions or suspicions of ex-priests self-interest and hypocrisy uh quite often then anti-religious propaganda was criticized as well many authors sincerely doubted the necessity to suppress the believers through the media and noted that being atheists they saw no problem in the religiosity of some of the soviet people they were confused why the propaganda focused so intensely on this topic while ignoring other more serious issues for example alcoholism in this in the usa the latter writers were upset by the atheist propaganda's aggressive methods which as they thought caused the believers to withdraw into themselves even more a man who took part in the atheist propaganda in the 1920s proposed to return to gently methods of persuading the believers such as disputes between uh propagandists and priests to him publicly insulting and faith they believe it sorry the believers and ostracizing them was a road to nowhere when defending faith or proving that god did not exist in their discussions the authors frequently uh emphasized the similarities between the religion and the communist doctrine many letter writers stated that that they did not see any fundamental differences between them for example here we can speak we can see that uh this citation about gorky in lunacharsky said that communism is a religion and its leaders are seen as gods like buddha and mehamed uh most of the doubters or skeptics described the deceitfulness and unscrupulousness of the party environment which caused their disappointment in the official ideology the loss of moral values and the change in their attitude toward religion uh i quote the atheist whom i know are but scum they exist without faith living off the misfortunes of others and in addition they show off their overfed content faces when ruminating about the meaning of life the authors often stressed i do not believe in communism uh in their discussions of the formal correlation between religion and faith in communism the militant atheist who wrote to osipov stated with disappoint the with disappointment the difficulties common people faced when trying to understand the doctrine as for the future i do not believe in it entirely yet because i do not have enough knowledge to figure it all out and how are the simple folk to understand it when you ask people with higher education about what communism is the answer is i have no idea so um in the soviet union there was an officially recommended system of moral standards for soviet citizens in 1961 the moral code of the builder of communism was adopted which officially consolidated the system of moral rules as opposed to religion morality uh demonstrating compliance with it meant being a true part of the soviet society both religion and communist ideology have strict prescriptions of how a person should think feel and behave therefore religion was considered as their competing ideological system for the communist party and it meant to be eliminated as soon as possible the collection of letters to osipov gives us a ticket to the soviet soul an expression by victoria smoking so we can meet their inner world uh soviet people were very concerned about the moral norms in their society debating atheism in the letters was only an occasion for debating the morality apostasy apostasy was perceived mostly as betrayal a way of fitting in the socialist society at the same time the image of self-interested clergy had been actively broadcast by uh atheist propaganda since 1917 and moreover rooted in the russian consciousness since the ancient times the latter writers insulted osipov and threatened him with god's revenge so they tried to show him that his apostasy was a violation of moral and emotional norms demonstration of condemnation and blaming was equal in this case to ostracism debating atheism and an anti-religious campaign soviet people doubted the necessity of persecution of believers criticized its methods discussed the meaning of faith in human life and compared the religion and communist ideology noteworthy speaking of moral norms the latter writers never mentioned the moral code of communism builder they may perceived it as an artificial construction or this code was insignificant for them uh so starting with one taboo topic the role of religion in human life the latter writers moved on to forbidden topics the domestic and foreign policy of the ussr a comparison of religion and the communism doctrine for many of them these letters became some kind of a confession of the communist sins and in capability to understand the communism doctrine and disbelief in the communist project thank you very much that is all i tried to fit in time thank you very much professor galina uh please if you remove your presentation uh yes sure uh here it is thank you very much so you can their colleagues you can ask one or two questions immediately to professor galina from higher school of ro alza's pocket of economics in order to communicate a few prophet uhh live, ask tha ofLO*** yes yes please ever yes please have any conflicts I think are in Russian to ask half an admissions yes 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 please I maybe have some questions I hope that you can ask one of those points Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Yes. Okay. I think we are all here. Scientific acerism. Soviet Latvia as a strategic plan for Khrushchev's period religious campaigns. Well, Khrushchev was a typical person of Stalin's period. He was very much involved in Stalin's repressions. And this photograph shows actually how close he was to Stalin. But my topic is not in particular about his role in politics, but about anti-religious campaigns initiated by him. And there were actually two decisions of the Central Committee of the Communist Party in 1954 on acerism. And the first one is on significant deficiencies in scientific aceristic work and its improvement. And that's from July 7th of 1954. And I'm quoting here what is said here that passivity in relation to religion must be vigorously stopped. Reactionary nature and harmfulness of religion must be exposed. And actually, Communist Party leadership marks a return to pre-war principles in Soviet policy when activities of religious organizations were severely restricted. But it also demanded more intensive work of propaganda. But members of the Central Committee of the Communist Party, Manjinkov, Varashilov, who had participated in church policy initiated by Stalin during the Second World War, which relatively liberalized state's attitude towards the church. And the keyboard here is relatively. They actually opposed this document. And then on November 10th, 1954, a new order was issued contrary to the previous one. And then this document talks about some abuses. It says any administrative measures and abusive actions against believers and clergy can only harm, strengthen and even exacerbate their religious prejudices. And it cannot be ruled out that in the capitalist society, too, certain clergy may, on many basic political issues, move on to the point of view of the working class people. Which means that the Soviet system admitted that some of the more leftists, more pro-Soviet clergy, can be also used especially for Soviet foreign policies. Decision sets and differentiated treatment of Western clergy. Well, relationships between religious organizations and the Soviet state began to deteriorate again at the end of 1950s, after a relative period of calmness. And then preparations for comprehensive restrictions of religious organizations began. And the 1958 Central Committee instructed all state party and public institutions to begin the struggle against religious remnant. And there is another document in 1958 issued by Propaganda and Agitation Division of Central Committee. And it states that state and party institutions have reduced or stopped their anti-religious activities. And therefore atheistic propaganda should be strengthened again. And then here we are in the 60s, when there is this 22nd Congress of the Communist Party in 1961. It is sometimes called the most liberal party Congress because it was even more critical of Stalinism than the 20th Congress. But at the same time, this Congress was very militant in its decisions against religion. Congress adopted a new program of the Communist Party that aimed to build communism within 20 years. And religion was seen as an obstacle to this idea. And Khrushchev expressed the view that it's impossible to lead people towards communism if they live with capitalist prejudices. One may ask why Stalinism, why this de-Stalinization was not followed by greater freedom of religion. There is no one simple answer where we can say that Stalin's death created an ideological vacuum that Khrushchev had to fill with new content. And this idea of building communism in the foreseeable future was the goal, he said. But achieving this goal meant, amongst other things, also getting rid of the remnants of the past, which included religion. We also need to take into account different fractions within communist leadership. And also the role of Alexei Rumyantsev, head of the culture division, Mikhail Suslov. He was a very famous ideologist of the Soviet system and they were especially militant and they actually also were involved in talking with Khrushchev about intensifying atheistic propaganda. We can debate what was the role of old communists like Vladimir Bonch Projevic in restarting this more restrictive approach. I would say he was moderate because also in some of articles from the 1950s, he states that the party has always warned against wrong harmful methods of combating religious prejudices. Then very typical of that period, of course, is this closure of churches like, for example, there is one Orthodox church, which was destroyed at the beginning of the 60s. That's in Dubulti, Jurmala. Now it's rebuilt again, but it was destroyed in the 60s. And you can see pictures from that church, how it looked then. Then it was wooden building, now it's from Priks. And then I will move to what happened in particular in Latvia. Well, involvement of former clergy. We already heard about Osipov in Russia, about his role and in propagandistic materials published in Latvia. He is also mentioned, by the way, but we had our own heroes in that sense. Because former pastors were involved to use their insider's experience and to teach other Soviet activists about the Bible and about religion in general. And here you can see cover of the book written by Zvezelnik, a former Catholic minister. But there were also others like Jan Birzing, who was a Seventh-day Adventist minister. And well, all of them, they had public lectures. They had some papers published and maybe the most known collection of their life stories was published in 1961. And the print run is very large, 10,000 copies, which only shows how much money was put into these campaigns. And these stories, they follow standard roles of genre set by anti-clerical campaigns. Disappointment of these people with hypocrisy of church hierarchy. Disillusion with religious dogmas and joy of being determined to take a step and to leave the church. And the former clergy of various denominations was included in this book to cover the whole confessional spectrum. And starting from Roman Catholics to Jehovah Witnesses. And about Boris Zvezelnik, by the way, there is an interesting episode of his life that one day he was threatened by one unknown woman who, in December 1964, two called to his private phone number. And it happened after publication of this book called Lost Years. And there are also state security committee files on that case that state security committee was not able to find who did it. But introduction to the testimonies of this renounced face mentioned above includes also beliefs very typical to atheistic ideology. So if they will succeed in convincing believers, science actually proves that God is not existent. So then the religion will perish. So very much there is this link established between natural sciences or biblical criticism and atheism. Then more intensive teaching of atheism in schools. This also started from the 60s. And according to this new policy, previous approach defined a theory of irreligious education, which means that teachers were considered indifferent. It was the idea that it is better not to talk with children or students about religion. It would be an unhealthy interest. But then this new policy states that it's important to fight religion and to talk about that. And starting from 1964-65 teaching year, then a new compulsory study course and scientific atheism was introduced. And also clubs of militant atheists were organized in schools. And here you can see cover of the book, which basically gives some guidelines and experience of these militant atheists clubs. And these events were often repressive to believers. Public events were often staged to punish and humiliate believers. Or just people who were caught to be involved in religious rites like weddings. And here are a couple of quotes. Bylaws of the club of young assayists of the first secondary school of Kraslova in Latgale, eastern part of Latvia. Members should be irreconcilable fighters against all forms of religion at school. But at the same time, we have also hints in some of articles published in newspapers that many of these lectures were not popular. For example, one student of the Academy of Agriculture, he wrote that lectures and scientific atheism are attended by less than 10 students. So there are kind of mixed responses. And this photograph is not from Latvia or from Russia, but it also shows how humiliating it was because all these names of children attending the church were often publicized. Then, yes, there is a large amount of resources produced in connection with teaching assayism and, for example, archive files of knowledge societies, NANIEM. As a lot of these materials, many of them are typed written. They are for small circulation. You can see, for example, a couple of pictures I made that basically, well, these are typed written. And, well, very precise, I mean, it includes lectures on Bible and on origins of religion and so on, but designed for quite a small circle of people. And there were also problems with this literature because it was full of mistakes and not only books published in Latvia, but also books translated and published originally in Russian. For example, even famous book on history and theory of atheism published in Russian in 1962. It also has mistakes, like it says that like Adventists, Pentecostals practice food washing, which is not true. Some are true. Some are and some not. And Buddhism in Tibet, for example, is incorrectly called Lamaism. And even the term church is used in talking, describing communities of Tibetan Buddhists. And that reminds of Eurocentric old school of religious studies in the 19th century. But also it shows, of course, that scholars, many of them during that period, they didn't have any direct contact with these believers and also limited access to religious literature. Well, at the end of the 1960s, it went much better. But in theory, I'm looking for religious studies in kind of modern sense, how we understand it. It was for kind of academic elite or propagandist elite, mainly concentrated in Moscow and St. Petersburg. Then changing role of council for the affairs of religious cults. Yes, as I said, the policies changed. And then also this council for the affairs of religious cults had to think of what is this new perspective. And in archive files, you can find a lot of kind of reflections like this done by Sakharov, who was a representative of the Council for Affairs of the Russian Orthodox Church in Latvia. And he says, well, what has changed in our attitude to persons is according to him how we view believers. And if we look to the correspondence of representatives of the Council for Religious Affairs, then basically they are very much tied up with these Khrushchev's anti-religious campaigns. Basically, helping local authorities to close down churches and also to advise them how to do it better. For example, one of the executive committees in Lenin's district in Riga, together also with representatives of the Council for Religious Affairs, they looked into ways how to close down the Russian Baptist Church in Slocal Street, Riga. And then the recommendation is to carry out preparatory work with the population in order to form public opinion first, very openly. So you have to make some articles and then to address the issue of church closures. This particular church was not closed, it was too large, but definitely there were attempts to do it. And then they concentrated on things like pilgrimages, because these were mainly guidelines also from Moscow. So a picture photograph is from Agluwana, from famous Catholic pilgrimage site, which was also carefully monitored. And all efforts were made to actually limit access of people to events there. And then you have this almost neo-Gothic description of an un-Baptist church. You can see it in picture, but the article is from 1964. And you can also see how it's described looking from the street. It looks like wooden, uninhabited buildings. And over time, moisture tarnished walls, blind windows, eyes. But what is interesting is that address of the church is given. So for people who were interested, they could find that Baptist church. And then at the end, another interesting aspect, use of scientific achievements, and then the role of planetariums. And here is the former Orthodox cathedral, which is now given again back to the church. And this was used as a planetarium. And it's interesting that in his memoirs, the architect, who redesigned the church, he says that the coffee bar, and to the left there is picture from the coffee bar in that former church, which still looked a little bit like the church, and that was, according to Kim, only place which still looked like a church. By the way, this was a famous bohemian coffee bar called Year of God. And, well, it also shows that the Soviet system was not totally totalitarian, because it was impossible to exclude some spaces where there were limited opportunities for people to interact, even under severe surveillance, but still to exchange some of the more independent views. And here you have also one picture about planetarium. And it's also very, very, very typical. This old lady complains, as that's in the text, well, nobody will tell about heaven here, but this young boy, who of course represents progress, says, well, it will be told, but only truth. And then conclusions, because obviously our time is short. Well, my conclusions are that atheism was inextricably tied to communist ideology, and this obviously meant the final failure, because many people didn't trust the system. And then attempts, second conclusion is that attempts to find impossible balance between propaganda and scholarly work were made. And there were some very fine, also according to contemporary standards, which studies work, like work on Anglicanism, done by Latvian philosopher, Jan Svesh. But that was, by the way, in Russian. That was published in Moscow. And that was outside the period I'm looking now in this paper. It was published at the end of the 60s, by the way. And then dependence on changing trends of Soviet policy, because as we can see also from this short period, 50s and 60s, it depends on changing trends. And then finally form of collaboration. Aceism was often form of collaborationism for people who otherwise wanted to study and to teach history, religion. But, well, all people, they had to somehow collaborate with the system. And sometimes word collaborationism makes people nervous. Now we're parts of the world. But I would say more we will use, better it will be, and better we will overcome trends of Soviet trauma. We all from that period, whatever we are now, politicians, judges, scientists, we were part of the system. And let's be honest. And also some of scholarship done on definition of collaborationism talks about that word in a much wider sense, which is any form of cooperation with the system. And certainly scientific racism. For some people, yes, it was a belief system. But for many of them, this was a very formal thing, as many reports showed. But it was a way how they could do science during some time. Okay, thank you for patience. And I think my time is out. Yes, thank you. Yes, thank you, Professor Valdis. Could you remove your presentation, please? Definitely. Yes. Yes, thank you very much. And you must wait for some, maybe. Questions? Yes. 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 And then we will go further. Yes. Yes. Yes, before we go. до дискуссии подождем и подумаем наши вопросы. Теперь представляю на английском и на русском Борис Филиппов. Ортодокс Санкт-Тихонс Гуманитарийн Университет Московского Патриархата Россия. Борис Филиппов представляет православный гуманитарный университет Московского Патриархата, который носит имя Святого Тихона. И профессор Борис будет рассказывать, я полагаю реферат будет на русском, да? Борис, пожалуйста, включите микрофон. У вас отключенный микрофон. На русском. На русском. Значит, я провозглашаю вашу тему, как разрушалась монополия научного атеизма в скобках в советском обществоведении. Прошу вас. У вас будет презентация? К сожалению, я не подумал об этом. Нет, это все в порядке. Просто это был технический вопрос. Просим ваше выступление. Пожалуйста. Монополия научного атеизма в советском обществоведении поддерживалась блокадой любой информации о положительной роли религиозных сообществ в жизни народов, а также любой информации о богословах, религиозных мыслителях, как отечественных, так и зарубежных. Для моей темы важно, что в конце 60-х, начале 70-х годов во всем мире начинается религиозный подъем. Религиозный подъем, которому предшествовал период глубокого равнодушия и даже открытой враждебности по отношению к религии и религиозным институтам. Когда рассказывают о хрущевских гонениях, то хрущевские гонения как раз приходится на пик падения интереса и равнодушия по отношению к религии. Это период, когда западным религиоведением появляется теория секуляризации как показателя прогресса. И неожиданно в самом конце 60-х годов во всем мире начинается религиозный подъем. Начавшиеся в конце 60-х годов социологические исследования, первые социологические исследования в Советском Союзе показали рост религиозности в обществе. Верующие оказались не маргиналами, а вполне состоявшимися в профессии жизни люди. Почти одновременно с зарождающейся социологией и религией против догма научного атеизма первыми выступили искусствоведы, специалисты по так называемой древнерусской живописи. Они писали малокиражные статьи, издавали книги о мировоззрении древнерусских иконописцев или читали лекции. Вот меня поразило в свое время, я ходил на такие лекции, о литературных источниках древнерусской живописи. На минутку подумайте, какие литературные источники. Это апокрифы. Это апокрифы. Жития святых апокрифов и апокрифов. Повторяю, эти важные формы проявления интереса к религиозным и духовным темам и практикам в начале 70-х годов только зарождались. Прорыв информационной блокады произошел там, где его меньше всего опасались. В начале 60-х годов в ЦК КПСС было принято решение о подготовке в издательстве «Большая советская энциклопедия» четырехтомной философской энциклопедии. Из бывших высокопоставленных партийных чиновников в основном была сформирована главная редакция во главе с Федором Константиновым, бывшим заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС, а на тот момент директором Института философии. Среди членов редколлегии был еще такой знаменитый философии. Простите, вас не слышно, профессор Борис Винничаян, вас не слышно, разблокируйте микрофон. Там был еще и Овчук в числе в редколлегии, был первый директор Института научного атеизма «Акулов». Но, к счастью для моей темы, для моего выступления, со второго тома философскую редакцию возглавил доктор философских наук Александр Спиркин. Именно под его крылом и пользуясь тем, что в главной редакции почти никого не интересовала философия и философская энциклопедия, произошел первый прорыв информационной блокады. Сам Спиркин еще действовал в рамках традиционной системы. Он был человек, скажем так, на пограничье старого и нового времени. В качестве авторов редакционных, в качестве авторов статей в энциклопедии он пригласил очень много репрессированных в прошлом философов. И тех людей, которые станут потом гордостью советской философской науки. В частности, Лосев Алексей Федорович написал в энциклопедии 97 статей. Это были его первые публикации после 50 лет замалчивания. Но я просто процитирую, чтобы было понятно, что такое атеизм в философской энциклопедии. Он писал, что Троица – это проявление диалектики в христианстве, в едином Боге – три лица. Вот в таком духе писались статьи в первых трех томах философской энциклопедии. Если атеизм насаждался с использованием всей мощи идеологических служб советской власти, то сопротивление ему было делом индивидуальным. Прорыв в идеологической блокаде произошел после назначения в четвертый том, сначала просто редактором, а затем старшим редактором, выпускницей МГУ Гальцевой Ренаты Александровны. Пользуясь равнодушием одних и безразличием других, профигизмом третьих, вместе со своими единомышленниками. Она пригласила на работу в четвертом, основном в пятом томе, Аверинцева, Хоружева, Роднянскую, Бибихина, Гайденко, Мяла. Она изменила вообще суть этого издания. Аверинцев потом скажет, что написание статей в четвертый и пятый том философской закопедии – это был наш маленький крестовый поход. Это не была ситуация «пришел, увидел, победил». Ренате Александровне приходилось для достижения своих целей, то есть помещения статей на запрещенных, забытых религиозных философов, прибегать к совершенно неожиданным методам. Как вспоминала спустя годы Рената Александровна, ухищрения, обманы, на которые мы ради этого шли, вовсе не ощущались как нечто недолжное. Напротив, каждая успешная операция отсвечивала доблестью, развивался даже спортивный задор. Это была ложь, направленная на подрыв лжи с большой буквы. Это была стратегия жизни в тылу врага, которая так хорошо усвоена и освоена самим Солженицыным. Стратегия, оправданная высокой целью. Мы свою, пусть локальную задачу, понимали именно так, и поэтому этот период жизни остался несравненным. Одно перечисление имен и названий статей, автором которых было веренцев, можно назвать манифестом возрождения русско-религиозной философии. Спасение, судьба, теизм, теодицея, теократия, теология, чудо, эсхатология, христианство, статья о Тертулиане, святом Максиме Исповеднике, Франциске Оссийском, Фомея Квинском, Ясперсе, Бубере, поражали читателя интеллектуальной и духовной независимостью. Отец Виталий Боровой в шутку предлагал канонизировать Сергея Сергеевича. Он оценил появление этих статей как апологетический подвиг. Произошло в извращении имен Владимира Соловьева, Павла Флоренского, Семена Франка, Георгия Федотова, Николая Федорова, Льва Шестого, Евгения Трубецкого. Напоминаю, что эти тома вышли тиражом 60-66 тысяч экземпляров. Таким тиражом вообще философская литература, если бы она сейчас так выходила. Разразился скандал. К утверждению члена редколлегии Овчука, статья о Владимире Соловьеве по объему была больше, чем статья об Энгельсе. Он написал донос в ЦК КПСС, и философская редакция не получила обещанной Ленинской премии, которая за такое грандиозное дело им полагалась. Издание философской энциклопедии было воспринято научной общественностью как важнейшее событие научной жизни. Академик Петр Капец на заседании президиума Академии наук назвал ее издание самым большим достижением философской науки. Второй удар по монополии научного атеизма нанес Институт научной информации по общественным наукам Академии наук или ИНИОН АНССР. Институт возник в 1969 году после кризиса 1968 года в Чехословакии, когда выяснилось, что руководящие органы и идеологические органы СССР не обладают никакой информацией достоверной о том, что происходит в мире и в социалистических странах. И для того, чтобы преодолеть это отставание, Институт получил беспрецедентное финансирование и право покупать валюту за границей. Чтобы молодежи было понятно, о чем идет речь, покупалась одна книга на весь Советский Союз. Но и это была революция. Вот наш институт, я проработал в нем 17 лет, получил право заказывать любые книги за границей и реферировать их для того, чтобы наши не только руководящие идеологические службы, но и университеты, и военные академии получали достоверную своевременную информацию. Позднее этот период 70-80-е годы назовут временем в науке, назовут временем даже ренессансом научным, потому что наши ученые впервые получили возможность познакомиться, хотя и в такой форме, с последними достижениями нашей науки. Фактором, способствующим разрушению монополия марксизма в общественном знании и атеизме, стало вторжение религии в политику после избрания на папский престол Иоанна Павла II и исламской революции в Иране. Другим фактором стал длительный кризис в Польше и избрание президента Соединенных Штатов Рейгана, который назвал Советский Союз империей зла. И оказалось, что в нашей стране нет людей, которые знают, кто такой Иоанн Павел II в науке нет, в академии наук нет. То есть были люди, которые лично с ним были знакомы, но людей, которые могли давать официальную информацию о том, что происходит в католической церкви или в Павлажарной, практически не было. И вот на институт возложили обязанность информировать и Центр Тяжести на первых парах пришелся на отдел социалистических стран, в котором я работал. И вот наши сборники, посвященные церкви в социалистических странах и стали скажем так тем первым ручейком, который превратился в поток. Мы сделали первый сборник Церковь в социалистических странах неожиданно. Он был в общем-то сделан еще не совсем свободными людьми. Там было 60% там было марксистской или скажем так для наподданной церковной литературы. Но там были и два обзора, посвященные кризису в Польше и визиту Иоанна Павла II в Польшу. Неожиданно этот сборник получил одобрение высшего руководства страны. Ну и как бы можно сказать форточка открылась. Все отделы нашего института, которые могли делать сборники или печатать материалы по религии церкви, этим воспользовались. И появились первые сборники религии и политика, религия и церковь. И если скажем сборники, которые я первый подготовил, в общем-то сегодня никакой ценности кроме исторической не представляют, то сборники, которые сделали мои коллеги из-за дела философии, из-за дела государства и права, из-за дела стран Западной Европы, они сохранили научную ценность даже сегодня. Конечно, самые большие прорывы совершил отдел научного коммунизма. Сегодня трудно себе представить, что в Институте научной информации отдел научного коммунизма был сборищем диссидентов изгнанных из других институтов Академии наук ученых, людей, которые в этом отделе пережидали возможность уехать за границу. И вот здесь стала после философской энциклопедии работать Рената Александровна Гальцева. Хозяева, может быть, будет интересно, ее гед был латышским стрелком, так что она имеет отношение к Латвии. И вот в отделе научного коммунизма стали переводить на русский язык, хотя для ДСП, но тиражом в тысячу экземпляров религиозных философов с комментариями Сергея Аверенцева. Иногда комментарии были больше, чем перевод. Последнее такое фундаментальное издание на эту тему было подготовлено отделом социалистических стран вместе с отделом научного коммунизма и называлось оно «Проблемы православия в зарубежных исследованиях». В этот сборник мы поместили рефераты на книги всех самых известных историков церкви богословов русской эмиграции. Этот сборник был последним, который вышел с грифом для служебного пользования. Ну, а падение Советского Союза сделало ненужным наши не только сборники для служебного пользования, но и борьбу с атеизмом. Это все умерло вместе господствующей системой, оставив вот такие сборнички. конечно, лучшие это средние века. По средним векам каждый год выходили по культуре средневековой потрясающие сборники, написанные Гуревичем, бессмертным, лучшими нашими медиевистами. Одно из последних изданий Ренаты Гальцевой, посвященное социальным проблемам католицизма, социальной идеи христианств в 20 веке, который это сборник обзоров надеюсь еще не потерял своей актуальности. Вот такая история на человеческом уровне, как в Академии наук преодолевалась монополия атеизма, в котором принимали участие мы, как редакторы, элита интеллектуальная Москвы, московских академических институтов в качестве авторов обзоров и рефератов. Спасибо. Очень большое спасибо профессор Филиппов. Будьте добры, скажите свое отчество. Алексеевич. Борис Алексеевич от всего сердца хочется вас звать по имени отчества, по русской традиции, потому что это было такое глубокое и очень сердечное свидетельство и мы почувствовали теплоту даже в сердце вот сидит наш руководитель Сова Эга и я сажу Сова Эга даже училась в аспирантуре философской Москве сидела в Иньоне и мы в Риге получали книги из Иньона или какие-то книги по философии или религии это было так что кто-то привез одну книгу потом ее перепечатали там не знаю через копировку или там давали по два часа каждому и по ночам там читали потому что действительно была одна книга на весь Советский Союз это просто невообразимо и очень воодушевленный был этот рассказ про философский энциклопедический словарь как она называлась мы знаем это в синих обложках когда мы учились на философском факультете мы тоже из нее наш преподаватель советовали лучшие статьи оттуда это действительно было ну чисто как сказать но чистая вещь в этом всем болоте и это было да прекрасно и потом наши вот вы видели наш директор Майя Кулы она училась в аспирантуре тоже в советское время в Москве у Гайденко если я не ошибаюсь у Мотрошиловой да да и наши феноменологи учились у московских философов а московские философы в свою очередь рассказывали всем что у них в Риге есть своя феноменологическая школа ученики и все такое и к нам приезжал Мир Абмамардашвили и Сергей Аперинцев на лекции которые были переполнены ну действительно вы правильно сказали как будто об Атлантиде ушедшей в том смысле что теперь сегодня это трудно даже представить когда мы можем нажать на кнопку и вообще всю информацию получить какую только можно конечно но ваш рассказ действительно как-то вы возродили в силу этого атмосферы правда Солвейга да но теперь если ну как скажу так если будут вопросы то они могут начаться уже теперь переходим пожалуйста к дискуссионной части напомню что у нас выступала профессор профессор ягоди ягоди терюкова и вместе можно сказать марина шахновича очень интересно представляли как делали как делал делались музеи какую роль они играли атистические музеи и как были восприняты обществом профессор Галина Егорова очень же аналитически показала на основе писем связи вот с апостазией Осипова и его известным трудом как каково было ну отношение человека вот к этим всем явлениям Валдис Валдис Терраконс нас оставил потому что у него лекции он к сожалению не может профессор Ремел хотел бы поговорить о каких-то вещах по сравнению Эстонии и Латвии но если есть что-то то может и мы можем ответить я или профессор Солвега и Борис Алексеевич своим значит очень таким душевным духовным реферансом ну да пожалуйста прошу любые вопросы можно задавать можно поднять руку физически можно поднять руку виртуально можно писать в чате можно просто начать говорить либо вопрос либо комментарии либо дополнение прошу кто бы хотел начать эту дискуссию можно я задам вопрос не только можно нужно прошу вас мне очень сейчас я попробую включить видео потому что получается неудобно а вот так мне мне очень интересно спросить коллегу из Москвы которая делала доклад о Бусипове какими архивами пользовались уважаемая Людмила Александровна я так понимаю Галина Егоровна я прошу прощения извините пожалуйста Галина простите ваше отчество Сергеевна но можно просто Галина Галина Сергеевна вы какими архивами пользовались где вы брали письма Осипова Письма Осипова находятся в РНБ Где? Российская национальная библиотека в Российской национальной библиотеке а скажите мне пожалуйста это письма к Осипову Да. А рукописи самого Осипова там тоже есть? Да, конечно, они там тоже есть. И там фонд Осипова? Да, конечно, там сохранился фонд Осипова, причем очень интересно то, что сам Осипов первоначально и составил эту коллекцию писем. Понимаете, я поняла, почему я спрашиваю. Потому что мой отец состоял, он был знаком с Осиповым, состоял с ним в переписке. У меня тоже есть письма Осипова. Вот. И мне просто интересно, куда их можно деть теперь. Понятно. Вот. Очень интересно. Ясно. Спасибо большое. Я могу сказать, да был не только что. Александр Александрович был человек очень неоднозначный, сложный. Вот. Отец мой издавал уже после смерти Осипова по просьбе ленинградского издательства. Ленинградского издательства труды Осипова. Ну и много об этом рассказывал. Осипов был очень сложный. И раз вы взялись за письма, то может быть интересно было бы написать и о самом Александре Александровиче. Потому что личность была очень неоднозначная. Как все вот люди, как бы изменившие свою позицию. Потому что такой был долуман на Украине, еще целый ряд был людей. Это очень интересные и очень трагические, конечно, фигуры. Потому что за каждым стоит очень непростая история. Спасибо большое. Очень интересный материал. Благодарю вас. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь в живьем Осипова видел, слушал? Я его видел и слушал студентам второго или третьего курса. Он приезжал к нам в Псковский пединститут, где я учился. И произвел на меня огромное впечатление своим выступлением. Там и со слезой. И настолько он меня поразил, что я решил сходить на другой день, еще раз его послушать в Дом политпросвещения. И когда я увидел, что в тех же самых местах он слезу пускает, в тех же самых местах. Это был спектакль. Это был спектакль. Понимаете? С полным его разоблачением. Интересный момент был, что Валдий Стеров, когда он вспоминал, на латвийском языке и из латвийских священников тоже были эти случаи апостазы. Но я никого из них не видела. Но когда я читала эти книги, ну, два, три, четыре. И, знаете, я вам скажу так, вот как-то они по одному сюжету написаны. Как-то кажется, что это не все-таки там какие-то маленькие элементы воспоминаний реальных людей. Но в принципе, это кто-то... Даже по стилю можно определить порой, какой из советских латышских писателей это мог быть, который вот написал биографию под именем бывшего священника. И еще, да, 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 я не знаю, Валдийс, когда говорил про этот наш собор православный, он недалеко. Ну, там сто метров у меня за спиной. Что интересно было, в начале 60-х годов сюда в Ригу приехала Екатерина Фурца, министр культуры СССР. И она увидела, что золотые купола. Это как? Еще какая-то церковь бившая, а золотые купола. Так за три дня ночью их не снили. Золото сорвали, все. А теперь, когда возобновилась, ну, независимая республика тогда, там, по крупинке, по крупинке, там, из-за рубежа все собирали. Теперь, мне кажется, ну, во всяком случае, главный купол уже озолочен, и там еще осталось два или, ну, два маленьких. Но сам принцип, министр культуры сказал, и за ночь сорвали все золото с куполом. Да, ну, это так, слабо. Но, пожалуйста, еще какие-то идеи? Можно я еще немного скажу? Пожалуйста. Если кому-то из коллег будет интересно, то Сергей Львович Фирсов, я думаю, все знают этого известного доктора-наук-профессора, написал книгу об Александре Осипове, она называется «Апостасия». И он достаточно полно изучил личный архив Осипова. Письма он не рассматривал, но вот в том числе он рассмотрел дневники. И вот уже мемуары, которые Осипов написал, умирая от тяжелой болезни. Спасибо за совет написать статью о церковных ренегатах, так называли апостатах, не знаю, как их лучше назвать. Я действительно работаю над этим. Спасибо большое за совет. И, в принципе, я собираю источники для монографии о том, как советские люди воспринимали историю антирелигиозной кампании, что они думали о религии. Это часть моей монографии, в принципе. И также я хотела у вас спросить вот этот сюжет с Фурсовой. А подскажите, пожалуйста, в каком году это было? Ой, Господи. Знаете, тогда я посмотрю точно и отправлю вам. Где-то об этом был, по-моему, 61-2 типа того. Спасибо. Она министром была. Ну, вот надо смотреть. Ну, во время, скорее всего, да, во время Грущевского этого начинка. Но я посмотрю, завтра там вам скину ответ в чате, как увижу вас. Ну, типа того, да? Ну, признательно. Да-да-да. Да-да-да, хорошо. Так, еще какие-то... А, насчет музея. Кстати, этот собор православный, кафедральный собор, он, это как раз, который Валдис показал в своей презентации, он-то как раз и был планетарием. Там, где кафушка была. Нажевал, знаете, как она называлась, эта кафушка? Заходишь в храм, значит, а там кафушка. Называется она «Ухо Бога». А во втором этаже планетары. Вот. Да? Да-да-да, наш факультет находился очень близко философской кафе. Так что мы заходили, господи, прости, заходили в алтарный зал и пили кофе. Вот так получается, да? Так, пожалуй, еще были вопросы. Валдис поставил интересный вопрос. Я бы тоже хотела его больше спросить, если бы он остался с нами. Насчет коллабораций, когда, ну, вот, он понимает, что коллаборация – это сотрудничество с якого рода. Я не знаю, я здесь хочу спросить нашу руководителя проекта, Сова Эгла, Круминю Конькову, академика и руководителя проекта и конференции. Я хочу спросить, ты видишь, что тема, ну, коллаборация, я полагаю, для России – это, ну, не актуально, да? Вот, скажем, Эстония, Латвия, Литва – это тема актуальна в религиозном контексте. Я думаю, что достаточно актуально. К августу выйдет книга о коллаборации в бывшем Советском Союзе, в издательство «Пелгрейв», «Шпинглер», и, ну, там будет по различным республикам, я думаю, бывшего Союза отдельные статьи. Но я вижу среди наших гостей нашего друга из Соединенных Штатов Америки, профессора Роберта Геккера, у которого вышла книга по сравнительному анализу церкви Латвии и Литвы, и, извиняюсь, Эстонии во время Советского Союза. Ну, если он нас слышит, может быть, он может сказать свое впечатление об этом сравнительном анализе и о коллаборации. Ну, на мой взгляд, это очень сложный вопрос, на который я бы ответила другим вопросом. Что было бы с церковью, если бы такой коллаборации не было бы? Я несколько лет занималась архивами КГБ Латвии среди членов комиссии по изучению этих документов, и там можно было видеть очень четкую грань между теми священниками, которые сознательно писали доносы на своих коллег, и теми священниками, которые, с одной стороны, подписывали какие-то, или не подписывали, но соглашались на сотрудничество, но в то же время они сделали все, чтобы каким-то образом дать церкви больше маневр для существования. И, ну, когда мы говорим о этой коллаборации, надо смотреть каждый случай по отдельности, и я бы не хотела делать каких-то таких очень глобальных заключений и по отношению ко всем этим священникам всех их мерить одной меркой. Это было бы очень несправедливо, имея также в виду то, что большинство из них уже ушли из этого мира, и они не могут ничего сказать, чтобы оправдать себя или рассказать свою историю. И поэтому для исследователей это очень-очень сложно и очень этически ответственно разбираться, детально разбираться в каждом отдельном случае. Я хотел бы добавить. Добро пожаловать. Польские коллеги, которые эту проблему исследуют, они каждый раз оказываются в тупике, потому что никакого обобщения сделать невозможно, потому что в каждом конкретном случае. Вот последний скандал. обнаружили документы о сотрудничестве кардинала Гульбиновича. Ну и вот я просмотрел эти документы, то, что повесили в интернете, но там нет ничего, что могло нанести ущерб церкви. Он ни на кого не доносил. Его сотрудничество он использовал совершенно верно для того, чтобы, скажем так, стать ректором академии, но там больше о том, как достать железо на крышу храма. Понимаете, вот его, скажем, лишили сана и похоронили, как мирянина по распоряжению папы франциска, но ему не поставили в вину коллаборацию. Его осудили как человека, который обвиняли в педофилии, но его не обвинили в коллаборации. Понимаете? В каждом конкретном случае. И эта проблема огромная, колоссальная для всего нашего пространства. Потому что на первых порах достаточно было увидеть документ о том, что человек встречался, якобы сотрудничал или не сотрудничал. А сегодня мы разбираемся. Это проблема, которая требует объяснения, обсуждения. И если вы организуете на эту тему конференцию, это будет невероятно важно, потому что у нас эта тема табу. Да, Соплига как раз занялась. Она работала три года в этой комиссии по изучению наследства, наследства, ну, ПГБ в Латвии, ну, всего-всего. Вот. Насколько я знаю, то в осенью будет конференция в Москве о КГБ и религиозной организации. Так что там тоже будет... Будут там религиозные, да? Мы тоже приглашены принять участие в этой конференции. И будем рассказывать о КГБ в Латвии и отношениях с церковью. Так что... Интересно. Я думаю, что в России тоже начинается исследование. Нет, вопрос очень серьезный. Ну, но давайте вернемся к профессору Хеккл. Пожалуйста, мы бы очень рады, если вы обращаете нашу конференцию, нашу аудиторию, с вашими рефляциями, с вашими комментариями. Пожалуйста. Ну, спасибо большое. Я очень рада, что я вам понравился. Я должен говорить в английском. И я думаю, что Соловега знает больше, чем я. Когда я делал мой учебный, КГБ files были не доступны. И это не было не основывание моего работы. It was to look at the relationship between the churches and the regime. But it is interesting, these priests or pastors that did become active in the atheistic work, I think, is a very interesting chapter here, especially in the 1950s and the 1960s, when you had this kind of hard-line, rather unprofessional, atheistic campaign. But I guess I have a question for the presenters, maybe because of my own interest. If they could explore the relationship between the official policy towards the churches and this atheistic effort. I have the impression from my research that there's a kind of blame game that was developing. In other words, the officials of the Council of Religious Affairs took one stance, and when they would not be successful, they would insist that the activity of anti-religious atheistic efforts was at fault for the rising religiosity, say in the 1950s, after the decision that in 1954. And the hardliners, in some sense, would say, no, we have to use administrative measures to control the churches. So I'm wondering if those of you who have worked on this can comment on this kind of relationship between the official authorities and the specialist and atheistic propaganda. Thank you. Thank you. Пожалуйста, можете и на русском, отвечать на английском. Какая у вас, у кого есть информация насчет вопроса профессора? Может быть, я хочу ответить, что они были разные. Мы уже говорили о коллаборациях с тем, что мы можем сказать о людей, которые коллаборациях с тем и партии. Один из них был первым пупил, и другой использовал возможность распространения атеизм для изучения религиозных. Кстати, наш коллега сегодня вспомнил Владимир Дмитриевич Буинч-Бруевич, который использовал возможность изучить религиозные и даже помогать верующие. И я должен сказать, что я создавал очень интересный документ, который я нашел в архиве в Музею на историю и религиозных, о том, что две партии документы на анти-religious пропаганды в Хрущевском время. И в этом году, как вы видите, две партии документа на анти-religious пропаганды в чём-то делают миски в от�לים в южном определенной статусе на анти-religious пропаганды в деле в одном году. И в этом году идет миссия документов, который был в интернете в музею на историю и религиозных, Документы, которые были сделаны в первой анти-religious кампании в Крышеве. Я имею в виду не только политические, но и другие, которые были сделаны в историю, в организации, в организации, в организации, в организации, в организации и в организации. Документы показывают, что Борьбриевич и его близкие коллеги, и, кстати, мой сын, который был автор, они использовали возможность сказать, что это документ был wrong, made a mistake, и что это политически неправильно, чтобы предупреждать, что это даже анти-Мархисты. Это очень интересный документ, с большим количеством документов. И в октябре, 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 который был создан «Мистакет в атеистическом пропаганде». и, в октябре, в октябре, в октябре, но в октябре, в 2002-2009-2009, мы будем говорить, что было бы когда-то, два группы – один группы – официальные そして духи – один группы – которые используют возможности, чтобы изучать религию из-за секулировки. И в конце 17-х, появилось очень маленькое группы секулировки, которые пытались использовать даже феноменологическую позицию, религиозную позицию, чтобы изучать религию, в том числе «со-центрическое атеизм». В.П.е. Владислав Шердаков. В.П.е. все же, кто-то интересен в Достоевский и Толстой. Они изучают религиозные мировые религиозные. Они изучают религиозные религиозные. Это очень интересная трансляция. Идем из-за религиозных атеизма. Это очень интересная точка, которая не рефлеклась в литературе исследовательской литературы. Игра, по-моему, главным образом шла в то, что Марьяна Михайловна только что говорила, что да, ну типа как вот Алексей Фёдорович Лосев писал статью там, что такое триединство в христианстве? Выражение диалектики в христианстве. Ну это, скажем так, и любой поймет, что это полная чушь с теологической точки зрения, но это проход, билет, значит, чтобы вообще, правда, искнуть эту статью, да? И он умел это делать. Мы все учились, как, так сказать, делать обязательную дань, например, там, отозваться на Ленина, Маркса и Энгелов, и потом изучать свои там буржуазные философы под эгидой критики буржуазной философии, под эгидой разоблачения, религии. Да, вот я, например, впервые в жизни прочла, причем громким голосом, заповеди Божьи на лекции атеизма. Когда наша преподавательница Оксана Тимофеевна сказала, «Дети мои, а как вы это думаете, заниматься атеизмом, а не знать религию?» «Вот Марочка, прочтите-ка!» Поставила мне Библию, и я читала. Понимаете, как это делал? Если вы имеете в виду такого, ну, это была не игра. Или, как сказать, это была опасная игра. Просто вот философ, правильно Борис Алексеевич заметил, философы, религиоведи, если тебе надо было иметь ум, как обойти эту систему. Да? И потом, кто же может, представь себе, ну, там вот специфический вопрос, вот иконопись, история, ну, иконопись русского, русской иконописи. Ну, кто может участвовать в действительной дискуссии? Только искусствоведы. А если этот искусствовед показывает, там, литературные истоки, иконопись или искусство, то есть он будет уже говорить про покрыфов, про религиозную и реальную литературу. Ну, а кто может придираться-то ему? Понимаете? Вы знаете, здесь одна крайне неприятная проблема. Да, пожалуйста. Эта проблема называется смена поколений. Вот мы уйдем, и на смену придут молодые, веселые, откроют наши тексты и скажут, какие бессовестные люди, что они писали. Они же не поймут... Эту игру? Эту игру. Они не поймут, что прежде чем что-то написать, мы должны были одну треть написать всякой хреновины. Хреновины. Понимаете? Ну да, 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 да. Идеологическую дать. Как же, как можно объяснить сегодняшним ребятам? Вот я студентом скажу, я не могу этого объяснить. Ну, есть специальная методология, которая называется «Писать между строк и читать между строк». И Лео Штраус очень хорошо об этом писал. И я знаю публикации западных коллег, которые в том числе занимаются изучением исследования религии в Советском Союзе, но прежде всего занимаются изучением исследования иудаизма в СССР. Американские наши коллеги, которые используют вот этот метод Лео Штрауса, который использовал его для чтения текстов, написанных в нацистской Германии и в инквизиционных трибуналах и так дальше. То, что написано между строк, можно читать между строк. Это такой вот определенный метод феноменологической эмпатии, который очень хорошо разработан. Ну, например, Карла Гинсбург о нем пишет в русле своей микроистории. Для историков, которые, я думаю, что уважаемые коллеги наши, которые работают с документами КГБ, например, они это все очень хорошо знают, как нужно вот читать такие документы и как нужно критически относиться к тем документам, которые мы встречаем по результатам допросов. Ну, в общем, это работает как с допросами инквизиции, так и с допросами в 20-м и в 21-м веке. Мы же все это понимаем. Так что такие методы есть. Конечно, мы уйдем, но будущие ученые догадаются. А вы возьмите и почитайте письма патриарха Алексея Карпову. И каким методом нужно пользоваться для понять, как сломали человека? Ну, вы знаете, это такой вопрос с проблемой сергианства для русской церкви. И вот сегодня коллега Круминя Конькова, профессор, сказала нам, что в каждом случае надо этот вопрос рассматривать отдельно. И возникает вопрос, что это полезно для церкви или нет. Это очень серьезная история. И вот вопрос о том, полезно это для церкви или нет. Это каждый решает член той или иной общины для себя. Но с точки зрения исследователей мы можем понимать это, в общем, объективно в контексте тех исторических обстоятельств. Понимаете, то, что случилось в 43-м году, оно, безусловно, способствовало укреплению той церкви, которую мы имеем сейчас. Поэтому это сложные вопросы. Не нужно нам сейчас это обсуждать. Но если вы сказали, что нет никаких методик, я просто говорю, что методики есть, и они общепризнанные, и они достаточно широко используются. Благодарю вас. Спасибо. Екатерина Александровна, Галина Сергеевна, есть у вас какие-то замечания, может, в других каких-то темах, вот из опыта музеев, из опыта ваших исследований, какие-то другие вопросы, которыми вы хотите поделиться, но как-то связанные с этим, вот с этой игрой? Галина? Наверное, нет. Дело в том, что я в основном работаю с источниками личного происхождения, и у меня методология другая. Я использую больше социологические какие-то методы, методологию истории эмоций, и я встречала, мне кажется, может быть, посмотреть повнимательнее Викторию Смолкин, мне кажется, я вот встречала какую-то информацию, вот я так понимаю, что вопрос касается каких-то институциональных вопросов, или я не совсем правильно поняла вопрос, возможно. В том числе, в том числе. Мне кажется, что там что-то было, вот упоминание о функционировании и принципах функционирования вот этих, ну скажем так, отдельных структурных элементов. Вот, если бы, то есть методология и сфера моих научных интересов, она просто не относится к этому, поэтому я, к сожалению, не могу дать компетентный ответ. Прошу, у кого есть какой-то еще вопрос, комментарии, рефлексии? Да, да, хорошо, Екатерина Александровна, спасибо. Спасибо вам, отключайтесь, подключайтесь к своей работе, да. Коллеги? 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 Совета? Нету вас каких-то. Ну да, значит, я думаю, наша секция работала, потому что наша секция работала очень хорошая работа. И спасибо всем. И спасибо, коллеги. Я думаю, что мы могли бы закончить эту секцию. Я думаю, что вы можете присоединиться с другими комнатами, да? Да. Да. Да, для сегодня. И давайте мы встретимся с другими. Но мы все вместе с другими комнатами. Окей. О.